Значит, ну вот в прошлый раз я рассказывал про группу Вейли-Шаттле. Я все напомню, мы доказали, что она есть группа главных однородных пространств. Значит, сегодня цель какая? Сегодня мы поговорим просто еще побольше про эту группу, про Вейли-Шаттле. И потом докажем теорему о том, что любая кривая РОД-1 гладкая, проективная, у нее есть и кобиево многообразие, тоже настоящая электрическая кривая с точкой. Отсюда выведем, что кривая РОД-1 над конечным полем всегда имеет точку. Потом поговорим про конкурмер принципу Хасса и про группу Шфарей-Учтей. Надеюсь, сегодня мы все это сделаем как раз. Значит, давайте я напомню. В прошлый раз, когда мы ввели, что вот у нас есть АЕО, это электрическая кривая. Кривая, и тогда вот ВЦ от Е, группа Вейли-Шаттле, это есть по определению. Была у нас H1, группа угла, значит, кривая над полем К, группа угла К с чертой над К, которая, значит, группа действует на К с чертой точкой нашей, значит, кривой. Д, и мы доказали, что это также есть безоморсная группа главных однородных пространств. Ну, я напомню, что однородная пространство, значит, главное однородное, у нас D действует на Е, в D, ну, то есть у нас есть сложение, есть, соответственно, вычитание еще. Ну, я все уж не буду писать, потому что у нас это было подробно выписано. Значит, это μ, а это μ. Значит, просто это как бы, как вот, афинное векторное пространство. Главное однородное пространство, это афинное векторное пространство. И вот сегодня сейчас немножко мы поговорим про эту группу, про ее свойства, прежде чем вводить, потому что потом будет введена группа Шпарей-Четтейта, которая является здесь подгруппой, в Уртвеле-Шаттле. Значит, ну, по определению группы, как мало не вела, это индуктивный предел по всем конечным расширениям полей, H1, группа была К большой над К маленькой, и АК большое, вот. И это уже конечные группы. Значит, группа была. Но, и, кажется, тогда у нас было такое свойство, что в этом случае тогда каждая вот такая группа аннулируется умножением на порядок этой группы. Вот. Отсюда тогда получаем, что... Значит, отсюда получаем тогда, что вот эта вся большая группа Верия-Четтлей, это группа поручения. То есть у нас любой элемент имеет конечный порядок. Значит, любой элемент имеет конечный порядок. Вот здесь. Значит, отсюда получаем, что вот в этой группе любой элемент имеет конечный порядок. не просто из кармологического описания понятно, да? теперь дальше, что еще можно сказать про эту группу если k равно q поле k это поле рациональных чисел то Путиарян Шипаревич это очень давно достаточно было в 1957-1959 год то есть когда это было введено значит он доказал, что в этой группе в С от Е вернее так не так надо сформулировать а существуют существуют кривые Е эллиптическая кривая Е эллиптическая кривая так что в С от Е есть элементы произвольного порядка ну вот я сейчас стал писать, подумал, что точно не помню формулировку может быть кривые надо варьировать но что это значит это означает, что вот значит что это значит вот я напомню, что у нас как мы значит рассматривали что у нас была у нас у нас вот группа Велли-Шатли это H1 группа была К с чертой над К то есть мы берем Е от К с чертой в этой половине у нас есть конечное расширение тогда у нас главное однородное пространство и так же группа как и малой у нас отображается сюда H1 на подгруппу уграничиваем К с чертой над К большое Е над К с чертой есть просто отображение потому что вот это является подгруппой здесь а здесь Е3 у нас была помните последовательность связывающая ограничение инфляцию будет вот такая конечная группа H1 гал К не конечная вернее группа а вот такая группа если группа была конечная К над К а тут будет Е от К такая по сравнению с когмологией была помните да вот а тут что означает вот это вот это значит вот это это есть в точности группа Вейля-Шатле кривой Е и тут надо поставить значит мы рассматриваем над полем К ну я вот полем это группа Вейля-Шатле то есть самая кривой но мы рассматриваем над ширением поля вот у нас есть главная однородная пространство отображается сюда а в ядре значит будет вот такая группа как в малой теперь мы знаем что значит что допустим предположим что у нас какой-то элемент отсюда перешел сюда в ноль что значит что он сюда в ноль перешел это означает что значит он здесь стал тривиальным как главное однородное пространство это означает что просто у нас на главном однородном пространстве появилась точка под полем К точность так есть потому что главное однородное пространство тривиально когда на нем есть точек вот сюда переходит в ночь на нём возникает . то есть у нас есть какая-то д это какая-то главная пространство то она становится тривиальным каким-то расширением тогда когда значит на нем появляется . и в этом случае за что мы получаем мы получаем такое следствие что вот предположим что у нас появилась . это означает что этот элемент d он на самом деле принадлежит такому ядру это означает что в группе вели шатле он аннулируется порядком вот эта группа была потому что эта группа когомологии аннулируется этим в порядке вопрос есть это было в самом начале когда целую лекцию посеток мологии групп там помню у нас была группой под группа ограничение инфляции там была последовательность прошлый раз мы всю лекцию рассказывает почему у нас есть это выражение значит у нас есть просто отображение абстрактные когда моголь расширяет значит у нас есть группа вели шатле вот этот проиграть сутберишь по словам это на просто ну случае когда у нас конечное решение мы можем даже более точно выписать чему ядро ровно такая последняя понятно а все следует вот что значит смотрите отсюда следует значит вот из того что есть элементы произвольного порядка вот и из того что я сейчас до этого говорил стоит вот вот у нас есть предположим что у нас какая-то кривая там d я писал из c рода 1 и значит c принадлежит группе вели шатле значит группе вели шатле значит это кривой е над полем к так вот тогда значит и и значит что значит он нетривиально это означает что c от к равно кустому множество то есть у нас нет к точек из к маленького вот тогда значит предположим что существует значит предположим что существует конечное расширение канатка такая что такое что уже точки появляются не равно кусту ну тогда мы поняли что тогда значит c переходит c как элемент группы вели шатле переходит в нулевой элемент значит при вот таком отображении ну просто потому что появляется . вот ну значит тогда c как элементы принадлежит h1 группы было значит так как большое на к маленьким и от к большой ну если порядок в этой группы порядок этой группы порядок этой группы равен n конечной группы за получаем что n умножить на c n умножить на c равно ну где c значит вот это вот наш элемент в группе вели шатле и n порядок группа была то есть вот такую вещь лучше как только появляется . вот на нас есть какая-то кривая рода 1 который является там главного данным пространством будет электрической кривой какой плане . как только над ним интершире не появляется . как только появляется . каким-то расширением поле то значит мы просто на получаем что группе вели шатле вот на порядок этой группы гула он аннулирует 3 понятно да это точно последний я ну потому что она принадлежит это просто следствие если она принадлежит является группа вели шатле значит она является главным отродным пространством трепической кривой значит она на замыкание поле вообще и заморка просто проблема в том что они нет точки вот чем тебя идет вот это вели шатле вся проблема в том что есть . или не только появляется в лодке то есть это проблема наличие . есть вот такая вот вещь то хорошо тогда что отсюда следует из этого если доказать какие-то вещи что вот допустим что значит есть в группе вели шты есть элементы произвольного порядка вот из того еще что я вот тут сказал следует следующее что существует кривая с существует c над q кривые а рода так что существует так что существует расширение конечная канавку какой угодно большой степени степени со свойством ну то есть как бы утверждение следующее что в общем для кривых руда не мы можем подбирать можно это придумывать поля как его до большой степени значит что точек не будет ну то есть из этого это следует потому что если бы были точки как только появляется . то вот степень расширения будет аннулировать элемент группе или шатле ну да потому что вот есть про элемент произвольного порядка поэтому такого не может ну я бы на самом деле это представил сюда я просто точно не помню сейчас что-то я подумал по формировке и паре лично сюда то есть существуют такие расширения что для каждого расширения существует кривая рода 1 со свойствами циатка равно поступну а с более слабый утверждение так вот чему я это хочу сказать я хочу сказать что на самом деле эта ситуация совершенно противоположная к следующему значит утверждение давайте такую вот если теперь значит кривая пусть c c кривая кривая со свойством род асс больше единиц вот просмотром элементы группы или шатле вот то есть на пищи кривых полустая то есть кривых вода 1 получается так что там для любого расширения конечного у всегда можно подобрать кривую так что значит не будет точек а вот для кримика рода больше один такого не может быть степени всегда будет ограничен вот последующий последующему утверждению если кривая же церна едица то значит утверждает утверждает утверждается следующее что утверждается следующее что пусть n утверждение c кривая c кривая род c больше единицы значит и пусть n это есть 2g минус 2 так ну зависит на если же было бы равно единиц это было бы 0 а так 2g минус 2 тогда утверждение следующее что значит существует существует поле к содержащий к значит на к даже не обязательно на к существует поле расширения так что степень расширения а так что степень расширения меньше или равна n и c от к c от к не равно не равно пустому то есть сейчас мы докажем то есть что я утверждаю что если кривая рода 1 то такая ситуация как с кривыми кривая рода больше чем единицы такая ситуация как с кривыми рода 1 просто не происходит удерживается следующее если кривая род больше единицы каким-то полем к то если мы возьмем n это 2g минус 2 так как же больше единицы это положительное число так то в этом случае как бы обязательно существует поле степень которого меньше чем это пен фиксированы зависит только от рода так что уже найдется точек понятно вот такую честно она просточет ну так а чем противоречит верхнему но тем что этим и тем что смотрите у нас как будто есть кривая фиксируем у нас есть поле и мы говорим что мы можем ограничить расширение поля сверху от только от рода зависит и 2g минус 2 что уже на каким-то расширением сюда существует . для всех кривых рода больше единиц до всех кривых рода же так а что вверху указано что мы там рассмотрим к равну то есть к маленькой равно указан так что можно придумывать какие большие угодно конечные расширения так что точек на кривых рода 1 и подобрать кривую рода один так что . не будет понятно а тут утверждается что всегда вот как бы мы вот такие вот на такое конечное расширение расширить какой-то степень понятно или нет это расширение тут зависит но да видим открыл давайте доказательств сейчас посмотрим сейчас я докажу это просто совсем просто значит доказательств значит доказательства следующее но рассмотрим дифференциальную форму какую-то она определенным основным полем вот тогда дивизор дифференциальной формы определен на ткар и мы знаем что степень дифференциальной формы это у нас было степень дифференциальной формы это есть 2g минус 2 это больше нуля ну вот этот n наш тогда тогда значит давайте я тут на этот доске тут еще тогда потерение риммонороха или там по определению рода вернее или от омега это есть g это больше единицы но отсюда следует что существует функция функция скация то есть рациональных функций на кривой такая что мы умножим как бы и основе да и что этот дивизор будет работать то есть такой эффективный дивизор а степень его не изменится ну и кто не кроме того эта штука f от омега дивизор определен над полем к то есть углула его оставляет неподвижно ну и что тогда получается у нас тогда получается мы нашли эффективный дивизор то есть положительный дивизор степени нет больше нуля а степени и который группа была оставляет неподвижно значит разбивается на орбиты действия группа была то есть там есть обязательно . которая определена на расширение меньше чем и понятно понятно вот тогда отсюда следует что существует . а над над к большой содержащий к маленькими так что к большое на к маленьким меньше или равно чем n равно 2g минус 2 ну то есть кривое поле конечно зависит я же не знаю как я просто я сумел понятно да рассуждение ну что если есть его больше единицы мы можем расширить пони так чтобы но утверждение было следующее что я сказал что там результатов шпаревича следует там 50-х годов следует что если мы рассмотрим поле у основное то любого конечного расширения поле у вас можно придумать как вот на большие расширения степени так что и придумать кривую рода 1 так что не будет точек над ней а для кривых рода больше один это невозможно как бы и это следует довольно из простых расширений стерео римана роха там и так далее просто мы из того что степень канонического класса который будет определен над основным полем это есть 2g минус 2 больше нуля и потерями по определению рода значит мы можем всегда сделать реку найти регулярную референциальную форму тогда понятно верно потому что у нас вот не пройдет доказательств у нас будет дивизор неэффективный у нас будет равную да конечно еще раз что написано выше я укусит я просто когда я слышно я не помню более слабых а да расширение какой-то большая степень ну тут то мы можем степень независимости от кривой ограничить ну и что ну а степень не зависит у нас просто степень зависит от рода рассмотрим кривую рода 2 тогда я утверждаю что всегда существует четыре расширение степени 2 исходного поля не будет до 2 2 потому что у него нет под расширения никаких так что как бы над этим расширением степени 2 кривая имеет точку вот что доказать понятно а там такого ну просто нет то есть любой кривой рода 2 мы получили что всегда существует решение степени 2 основного поля на котором он имеет точку понятно а для кривых рода 1 нет то есть там там существуют какие вот на большие расширения поля q так что можно придумать кривую что значит не будет точек вот это не доказывает рассказал что следует там из неких результатов продукт уверен что-то или непонятно что то еще но давайте еще просто логический момент давайте давайте это сотрудник оставлю я просто действительно как бы я вот смотрите еще раз что происходит тут даже вот я не помню просто одну кривую можно придумывать или нет просто это вопрос как бы какие порядки еще раз про утверждения про порядке элементов в поверишь от лет таких как гомологические можно что-то говорить про точке на кривой это был первый посыл из танка галорически последний скоро начинает точки дальше вот что происходит вот у нас как бы рассмотрим просто все кривые там рот 1 там всевозможных и вы их много так и над полемку тогда как бы утверждение следующее что мы можем находить все время значит какие-то поля так что степень будет какая-то так что степень будет вот это вот н стремится в бесконечность то есть все больше и больше и там да да для каждого поля найдется не клевая лепичка кривая рода 1 или фактически тогда кривая рода 1 так что нет . то есть а вот так а тут убеждается следующее что мы не можем от 1 стремить бесконечность она упрется н поэтому должно быть меньше равно чем н 2g минус 2 в случае когда рот 1 рот больше джинс 2 а я работаю на конкретном почему может быть решение степени больше 2 . все равно гибко эти вот что-то я не понимаю сейчас то есть в основном какое-то определенное решение степени движения нас 2 и там действительно есть есть точка в чем не дает там бесконечность последствия еще больших степеней веточках движения сейчас сейчас Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Просто надо посмотреть, я посмотрю, как она точно формулируется. Доказано так, что это действительно существует у нас на расширение степени меньше, чем 2g-2. Так, вот, существует точка. То есть у нас всегда есть поле... Более того, мы можем понять, что... Ну да, из того рассуждения было, что степень, на которой существует точка, меньше, чем 2g-2. А тут из этого мы, значит, получаем... Нет, нет, подождите, подождите, подождите. Вот, значит, я, может, просто не так сказал, но утверждение следующее. Вот давайте так перфомируем. Значит, если кривая больше единицы, род, так, то фактически вот мы доказали, ну, простое рассуждение, что, значит, что всегда вот так... Давайте так. Вот для кривой рода больше единицы мы доказали, что всегда существует расширение основного поля степени меньше, чем 2g-2, на котором она будет точка. Так, а тут утверждение следующее, значит, что для кривых рода 1, значит, всегда существует, значит, что мы утверждали. Тогда вот мы утверждаем, что... Вот что он утверждается. Нет, действительно, это другая вещь. Значит, для кривых рода 1 фактически вот из этого результата следует следующее, что, значит, для любого n существует, значит, существует кривая c, так что род от c равен единице, и, значит, существует так же, так что для любого расширения конечного k от k степени меньше, чем n, c от k равно кустому. Вот. Это следует из книжек, да, 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 это действительно как раз вот это. И это следует из того, что я сказал, вот этого результата Шифаревича плюс записание вот это точно последовательность к гомологии. Так что это действительно вот понятно, да? Ну, вот, да, вот формулировка такая, вот такая, по крайней мере, и тоже. Да, давайте еще одну вещь, вот я сказал, вот такое отличие, значит, кривых рода 1 от кривых рода больше 1, так? Ну, это такое одно из первых отличий. Кстати, все понимают, вот сидят, значит, все понимают, что вот мы изучаем кривые рода 1. Это кривые, на которых есть структуро-алгебраические группы, то есть можно складывать точки. Вот предположим, что у нас есть кривая какая-то, там, полная, поективно-алгебраическая, предположим, что на ней можно задать структуро-алгебраические группы. Почему это всегда кривая рода 1? Ну, это так. Ну, ни у кого нет ответа? Ну, это такой вопрос. Ну, хорошо, давайте, значит, я, чтобы время не тратить, давайте скажу. Значит, смотрите, пусть у нас кривая, тогда мы, значит, мы можем построить просто инвариантную дифференциальную форму на этой кривой. Предположим, что на кривой какой-то у нас есть структуро-алгебраической группы. Тогда можно построить инвариантную дифференциальную форму с двигами, которая не будет иметь ни нулей, ни полюсов. Значит, каким образом? Вот у нас кривая, вот мы берем с какой-то точки сорту, пусть есть структуро-алгебраической группы. Вот точка 0. Ну, значит, что такое дифференциальная форма? Это фактически на каждом касательном векторе, ну, так, неформально, у нас есть линейное отображение. Ну, вот такое, да? Ну, тогда берем просто вот касательный вектор в нуле, значит, он одномерный. Ну, и берем, значит, у нас тогда на нем задаем просто там, чему оно равно, там, не ноль какому-то там, ну, линейным функционалам. А дальше просто начинаем и разбегаем этот касательный вектор, ну, я так вот сейчас немножко неформально говорю, разбегаем, действуем по всей группе. И так как у нас это алгебраическая группа, то это будет регулярная дифференциальная форма, то есть алгебраическая. А дальше, если у нее в нуле не было ни нуля, ни полюса, вот она была определена, то она на всей кривой будет определена, у нее не будет ни нуля, ни полюса. Значит, дивизор этой дифференциальной формы, которую мы построили, инвариантной, инвариантной, то есть это действие группы. Ее дивизор будет равен нулю, у него нет ни нуля, ни полюса. Ну, а мы знаем, что степень дивизора, вот этого канонического класса, это есть 2g-2. Отсюда следует, что g равно 1. Понятно, да? Такое вот в обратную сторону. То есть, вот это действительно только кривые рода 1, на которых есть, значит, структура в браической. Дальше. Значит, давайте еще немножко. Вот, значит, вот такое утверждение мы простое доказали, значит, что существует. Давайте еще немножко поговорим вот про эту группу Вейли-Шатле, прежде чем дальше двигаться. Значит, вот это я стираю. Тут вопросов нет, да? Значит, давайте еще. Значит, утверждение. Значит, у нас опять c на k, и это кривая рода 1. Вот. И пусть, значит, n, это равно степени расширения k на k, так что c от k не пуст, то есть есть точка, каким-то расширением. И n, вот это число n, минимальное с таким свойством. Ну, то есть, понятно, да? Минимальное n число с таким свойством. Вот. Тогда, если m, это и есть l на k, какое-то другое расширение, так что c от l не пусто, то m делит n. То есть, утверждение следующее, что вот у нас есть кривая рода 1, на котором там нет точек, так? И найдем такое-то n, минимальное расширение, число минимальное, что есть точка. Тогда все остальные расширения, на которыми есть точки, она будет делить это. То есть, допустим, есть на кладочничном расширении, значит, только на всех четных могут быть точки. Понятно, есть там на 3, значит на 3. Доказательство тоже достаточно простое. Доказательство. Ну, значит, пусть p, вот эта точка, которая есть вот над этим расширением. Ну, тогда, значит, и пусть sigma 1 и так далее, sigma n, это и есть наша группа угла. Конечная группа угла, состоящая из n элементов. Ну, тогда мы получаем, что, значит, тогда мы получаем, что вот такой дивизор, sigma 1p, плюс и так далее, плюс... Сейчас, а почему у нас есть аскар на крае решение угла? Мы можем всегда рассмотреть расширение угла, потому что, значит, сейчас... Нет, я написал, нам не важно, пусть порядок будет просто будет. Гла... Не гла, блин, ну, в общем, порядок 5, да? Пусть, значит, p принадлежит сетка. Так? Тогда, значит, и пусть теперь... Значит, тогда, значит, пусть p принадлежит сетка. Так, тогда... Сейчас. Субтитры подогнал «Симон». Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, не то, что переставлять, тогда можно просто размазать ее группой гула, получить дивизор, который будет в степени n эффективной. Да, и вычесть, значит, тогда... Сейчас. Не реально, если здесь всегда в случае расширения было? Может быть можно. Можно расширить, но степень тогда уже увеличится. Степень будет увеличиться, если... Да, да, сейчас. n делит n. Может быть просто всегда расширение было? Нет, конечно, не обязательно всегда расширение было. Сейчас, секунду. Ну хорошо, давайте, значит, я... Я подумаю, давайте так, давайте я облегчу формулировку, значит, так, значит, k на k расширение гула, по крайней мере, в данный момент, и l на k тоже расширение гула, так? А я подумаю, значит, потом надо обучи формулировать, просто чтобы сейчас время не тратить. Вот, значит, в этом случае, если предправдать, что то и то расширение гула, то доказательство действительно достаточно простое. Пусть p принадлежит c от k, тогда рассмотрим d, если есть sigma 1p и так далее, плюс sigma np. Значит, да. А, значит, что значит c от k? Ну и мы рассматриваем это как подточку в парадическом замыкании. Вот. Значит, где sigma 1 и так далее, sigma n. Это, значит, вот наша группа была. Вот. И тогда это, значит, эффективный дивизор степени n над k. Вот. Ну и то же самое, значит, то же самое, если q, какая-то точка, принадлежит c от l, вот, то, значит, тогда тоже можно рассмотреть, значит, ее r, это есть g1q плюс и так далее, плюс gmq, где g1 и так далее, gm, это есть гугла дель на скат. Вот. Тогда рассмотрим, значит, вот мы рассмотрим r, это есть nk плюс v, просто так, где, ну, просто с остатком поделим, где v меньше, больше 0, но, больше 0, но меньше, чем n. Так. Ну и тогда, если мы рассмотрим теперь s, это есть не r, надо рассмотреть, а n. Так. nk плюс n. Тогда, если мы рассмотрим, такой дивизор есть r минус k на n, то это будет эффективный дивизор степени v над полем k, определенно над полем k, так? Так. Ну и по теореме Риммонроха… Он эффективный. Нет, он неэффективный, он положительной степени, скажем. Его степень, он, конечно, неэффективный. Его степень, значит, степень s равно v больше 0, так? По теореме Риммонроха мы знаем, что для кривой крода 1 и от s это есть v, так? А, где v у нас получается больше 0. Ну, значит, существует функция такая, что f плюс s больше 0. Ну, все это определенно над k. Ну и все это, значит, получилось. Понятно, да? То есть мы можем, как бы, теряя Риммонроха существует функция, значит, такая, что, значит, мы можем тогда просто наш дивизор, к нашему дивизору добавить эту функцию и получить эффективный дивизор. и степень его больше 0. Ну, значит, содержится точка. И он определенно над k. Понятно, да? Так, а над этим я подумаю. Вот, значит, что тут, значит, выбрал. Теперь дальше. Ну, понятно, нет вопросов? Нет? Теперь дальше. Давайте я теперь расскажу последнее такое свойство. Значит, следующее. Я, кажется, не совсем понял. А что здесь предварительное чайство? Сейчас, с галуа? Да, потому что мы здесь сейчас. Да, сейчас, мне кажется, сейчас я, сейчас. Ну, мы хотим получить дивизор, который будет определённым, значит, полем, над полем, над полем k. То есть, его, эта группа галуа, k с чертой над k маленьким, должна оставлять неподвижным. Сейчас. Сейчас, мы там лучше директивно не рисуем. А? Да, мне кажется, никого тут противоречиями нет, собственно говоря. Сейчас. Мы просто берём все вложения. У нас пусть не группа галуа, да? Пусть не решение галуа. Берём все вложения поля k большого в k с чертой, в k с чертой с маленьким. Да, вот они все вложения. Все вложения. Их n штука. Это степень расширения поля. Так. Сейчас. Ну, сейчас давайте во время перерыва подумаем. Сейчас будет перерыв, я это расскажу, чтобы сейчас лень не пройдет. Давайте я последнюю сейчас формулирую. Значит, перерывом, тогда сейчас вот последнюю. Значит, такое ещё утверждение про группу ВЕДИСАТЛИВООЧЕ, утверждение. Значит, если у нас С, которая является главным отородным процентом, ВЕДИСАТЛИВОЧНОВКА, где Е электрическая кривая. И пусть И, пусть И, это минимум по всем расширениям. Значит, так что, так что, так что, так что С от К не пустит. То есть там, где точка содержится. Тогда знаем, что И на вот этот элемент в группе ВЕДИСАТЛИВОЧЕ, вот нашей кривой С, равен нулю. Представите, в группе ВЕДИСАТЛИВОЧЕ, генов К. Ну, просто это уже мы несколько раз обсуждали. Что, как только у нас появляется точка, то степень расширения, то, как только появляется точка, то степень расширения обнулирует наш элемент в группе ВЕДИСАТЛИВОЧЕ, из КГМОЛОДИВОЧЕ. С другой стороны, значит, мы знаем, пусть П, это порядок. Порядок вот этого элемента в группе ВЕДИСАТЛИВОЧЕ. Тогда П делится на те же простые делители, что ИИ. То есть мы знаем, что если у нас есть порядок элементов в группе, то он делит всегда вот такие, ну просто по свойству группы. Но вот оказывается, что просто других, как бы простых со мной что-либо не будет. Там будет просто степень возникать. Вот такая... И, кстати, когда они совпадают, такая вот период индекс проблемы или задачи, она как бы в группе ВЕДИСАТЛИВОЧЕ возникает. И вот таких вещей. Значит, доказательство достаточно простое. Из того, что мы про КГМОЛОДИИ говорим, говорим. Пусть П простое число. А и П недели П большой. Тогда надо показать, что П не делит И. Но если мы это покажем, тогда значит все покажем. Пусть П делит И. Ну, пусть тогда как? Пусть КНОТК, конечное нормальное расширение ГУЛА, нормальное расширение поля К маленькое. Так что СОТК не пуст. Ну, значит, вот это И достигается. Так что СОТК не пуст. Ну, тогда класс С принадлежит вот такой группе. H1, глава КНОТК, ЕОТК. Это источные последовательности скакомологии, связывающие с ограничением инфляции. Там было написано. Так. Значит, рассмотрим силу с КП подгруппу. ЖП внутри группы ГУЛАР. КНОТК. Что такое силу с КП подгруппу? Все знают. Знаете? Ну, давайте я вам скажу. Значит, это вот, ну, наверное, на МАТФАКЕ это, наверное, проходит, да, на каком-то курсе? Алгебра. Алгебра, наверное. Да, ну, вот будете изучать алгебру. Вот если у вас есть конечная группа, Ж, и ее порядок равен, там, П в степени Н на Н, где Н и П взаимно просты. Ну, выделяем максимальное П, да? Утверждение всегда существует, и существует подгруппа, значит, их, значит, существует подгруппа. H внутри Ж, такое, что порядок H, это и есть П в степени Н. Это первая теорема силы. Вторая теорема силы утверждает, что они все сопряжены внутри группы Ж. И третья теорема силы утверждает, что по модулю П количество их равны единицам. То есть, всегда существует такая вот подгруппа с таким порядком. Вот, значит, вот выберем такую подгруппу в такой, в конечной группе, вот. А значит, ее порядок, это есть П в степени Н максимально. Значит, вот давайте тут вот допишу, чтобы там не стирать. На третьем часа подумать, значит, на тем. Значит, тогда получается, что это силовская по подгруппе. Тогда рассмотрим поля К, КП, К, так что вот это вот поле КП, это и есть вариант относительно силовской по подруге. Вот этого поля КП, ну, потеря была. Ну, тогда, если вот этот элемент, ну, давайте его КСИ обозначим. Вот этот класс нашей кривой С. Тогда класс КСИ, КСИ, вот в этой, куда мы его, давайте отобразим его, у нас подгруппа есть. Значит, мы КСИ можем отобразить, рассмотреть, как образ вот в этой вот. КСИ, H1, G, P, E, 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 K. Вот КСИ здесь. У нас с одной стороны, с КСИ, значит, он аннулировался умножением на П, потому что П был порядок, так? Аннулировался умножением на П. А с другой стороны, он также, КСИ, значит, П на КСИ равно нулю. С другой стороны, так как порядок группы ЖП, это П в степени какой-то N, ну, потому что это силовская, то мы знаем, что П в степени N, П маленькая в степени N на КСИ равно нулю. Дальше, по предположению, П не делит П большой, так? Поэтому КСИ равно нулю. Образ, то есть, вот образ нашей кривой КСИ, то есть, КСИ вот здесь вот, так? То есть, он переходит вот в эту подгруппу в ноль. Понятно, да? В ноль. Но отсюда опять следует, что? Отсюда опять следует, вот то, что я говорил, по главному родному пространству, отсюда следует, что у нас над вот этим полем КП у кривой С есть точка. Ну, раз он сюда в ноль, глупых главных родных пространств, значит, есть точка над этим КП. Так? Ну, получается, что есть точка, а степень этого КП заведомо меньше, чем вот эта. То есть, получается, что есть точка над степенью меньше, чем этот минимум. Ну, противоречие. Значит, вот такая вещь, вот такое доказательство. И, кстати, давайте я заметю, что это такое доказательство достаточно общное. Вот эта та же самая теорема верна, допустим, про группу Брауэр и центральный простой алгоритм. В прошлый раз я говорил, что они H2, H1, как свитцы, вспомните, алгебра Зума и так далее. Вот то же самое доказательство проходит. Потому что мы тут ничего не используем от лепических кривых. Мы используем тут некие факторы про когомологию и вот про группу силовской подлоги. Ну, давайте перерыв. Тогда вот самое главное, что мы используем. Мы должны получить, что это эффективный дивизор вот такой вот степени, что он определенный национальным полем. Но он будет определенным национальным полем, потому что у нас все вложения, они являются однородным пространством под действием группы ГУЛА. У нас просто по общей теории ГУЛА, у нас для любого поля есть N вложений, значит, его алгебраическое замыкание. Если у нас есть какое-то вложение, то сама большая группа ГУЛА может под действием, получить другое вложение. Ну вот, поэтому просто берем, как бы, мы просто берем тут, выписываем не элементы из группы ГУЛА, а все вложения канатка. И с N то же самое. Ну что мы использовали? Мы использовали, чтобы можно было построить просто, значит, эффективный дивизор степени R. Но это фактически означает, что у нас есть какая-то точка, у которой координаты есть расширение степени R. Мы хотим ее просто вот, как бы, рассмотреть, ее размазать, чтобы получить, что она вот, как бы, рассмотрим ее и все, ну, мне кажется, это работает. Нет? Не нравится? Сейчас, ну, хорошо. Ну, вроде бы работает. Значит, давайте так, теперь дальше. Значит, цель, значит, вторая половина. Сейчас, значит, я докажу проектовое многообразие. Ну и, значит, вот что-то получается опять медленнее, чем я запланировал. Значит, цель какая сейчас? Что мы докажем сейчас, что любая кривая рода 1 является главным однородным пространством на какой-то этнической кривой. Вот любой кривой можно так построить. Кстати, из этого мы потом выведем следствие, что кривая рода 1 над конечным полем всегда имеет точку. Значит, давайте следующий. Яковио-Благообразие. Ну, я так обозначил гордо, потому что, ну, я потом скажу, что там как бы любых кривых существует, нам, значит, потребуется вот что. Вот у нас если Dμ, это главное однородное пространство надо какое-то кривое электрическое. Это электрическое кривое. Так, когда определим, определим отображение, значит, отображение дивизоров дивизоров степени 0 на D на кривую E, значит, дивизоров определенных определенных над любым полем, содержащим поле K. На E следующим образом. Пусть A, A, это есть дивизор, значит, где и такой, что он степени 0, то есть сумма NA равна нулю, и A это точки на D, на D, точка, точка на D. А что такое E прописная? Это то же самое, что E непрописная. Вот, тогда, значит, определим отображение вот наше G, википиан, точка G от A будет принадлежать E, и по определению G от A, это есть сумма по всем A, NA, ню от АВ. Я напомню, что вот это вот ню, это есть отображение вычитание 2 на 1 пространство в E, то есть 2 точки можно вычислить. Так, ню это вычитание. Ну, я так напишу, вычитание. А B любая точка на D. B точка на D. Определенный над некоторым расширением поле K на D. Вот, тогда G от A, вот это отображение, точка G от A не зависит от выбора B из-за равенства A, ню от A, B1, есть ню от A, B, плюс ню от B, B1. Ну, просто понятно, да? Ясно? Ясно? Тогда возникает такая следующая простая лемма. Давайте я эту сотру. ... Продолжение следует... Продолжение следует... Отображение группы дивизоров степени 0 G от А отображает группу дивизоров степени 0 0 на D гомоморфизм Гомоморфизм в группу точек точек на элитической кривой дивизии При этом ядро отображения состоит в точности из дивизоров минеи на эквивалентах 0 У нас на D нет точки D это элемент главного пространства над E На D нет точки Я хочу просто... Фактически я хочу доказать утверждение следует... Если D главного пространства над E то я фактически параметризую группу дивизоров степени 0 B A B Если Дивизор A определён над некоторым полем полем K большой содержащий K то G A A тоже определён над K и B если A определён над K с чертой то верно следующее G от sigma от A есть sigma от G от A то есть коммутирует с действием группы G для любого sigma из группы G A K Понятна формулировка? Фактически мы утверждаем следующее что мы можем построить отображение из группы дивизоров в степени 0 значит в куда мы строим? мы строим в нашу кривую E то есть у нас есть главное однородное пространство над кривой E вот оказывается что оно параметризует в каком-то степени в смысле группы дивизоров в степени 0 по модулю по модулю по модулю линейной эквивалентности 0 то есть у нас есть отображение она отображение групп и в ядре линейная эквивалентность 0 дальше мы получаем что если дивизор определен над некоторым полем K с чертой то и G от A определен над тем же полем ну и третье что коммутирует с действием группы G ну прежде чем давайте догадаться оно будет простое давайте замечание пару замечаний значит ну значит ну можно предполагать себе так что это отображение оно вот как бы ну вот кстати заметим что от двух точек вот если у нас A это есть A1-A2 вот такой дивизор степени 0 тот G от A это тогда просто будет вычитание одной точки с другой ну просто потому что от третьей точки не зависит ну поэтому как бы это первая наталкивает на мысль что все это будет определенно с энным полем ну это и так несложно потому что вычитание у нас определённым целым полем по определению угланого одного рода пространства а второе ну поинтереснее замечание вот я нигде не написал Я написал, чему равно ядро Что это дивизор эквивалентный к нулю И так далее, что коммутирует действием группы ГЛА А я вам не сказал, что Мы получим все точки справа Определенные над полем К Вот это неверно То есть это верно только алгебраическим замыканием Обратное утверждение к пункту Б неверно Пункту Б неверно Ну это что означает? Если точка А маленькая принадлежит к Е от К То она не обязательно То А не всегда есть G от А Для какого-то, где А дивизор определенный над К То есть над алгебраическим замыканием это верно А вот любые точки в образе Значит над алгебраическим замыканием приходят отсюда А над самим полем это неверно И это как бы Такая вещь, которая Которая Давайте я немножко скажу тут даже больше То есть просто надо понять, что Из-за того, что поле не замкало, то неверно Что все реактивно будет Сотру Хотя это будем сейчас использовать Давайте я вот тут напишу Давайте я вот расскажу так Что мы фактически вот что строим Вот если у нас есть кривая С на К Вот как бы я так просто скажу немножко больше Из алгебраической геометрии Значит что если у нас есть Значит если у нас есть кривая С на К Вообще любая, не обязательно род 1 То всегда есть значит вот Всегда есть значит значит Есть икебиан Вот для, значит мы будем строить попозже Икебиан кривой И это, если это род от кривой Равен G То размерность икебиана Это будет G-мерная многообразие То есть вот для кривой рода 1 Это будет одномерное многообразие Это будет как раз литическая кривая А тут если значит род кривой равен G То размерность икебиана будет G И на самом деле икебиан он что делает Он фактически параметризует Вот если мы рассмотрим значит Пик 0 от С От К с чертой Это есть точка икебиана От К с чертой Где пик 0 это вот что Это значит дивизоры Определенные от К с чертой на С По главным дивизорам Фактор То есть мы рассматриваем дивизоры Факторизованные по главным дивизорам Вот над К с чертой И всегда существует алгебраическое многообразие Точки, которые вы параметризуют Понятно, да? Но значит это такой общий фактор Из такой более глубокой алгебраической геометрии И так далее Но неверно, что Это же равенство будет верно Если мы уберем К с чертой А поставим просто Вот тогда будет просто вложение Если на ценном поле И это как раз показывает вот что Это почему это неверно Вот давайте тут еще Я просто не хочу стирать слева Потому что сейчас буду теорему доказывать Вот почему это неверно Ну потому что у нас есть вот Над К с чертой допустим Из каких-то общих алгеброэметических теорем Доказали, что это совпадает А тогда у нас есть когомология ГУЛАА То есть у нас есть вот такая разница Один К с чертой от С со звездочкой А тут дивизоры Над К с чертой на С А тут есть у нас И теперь если мы рассмотрим ГУЛАИН варианты То у нас возникает первая группа когомологии То у нас просто получается вложение Див КС По КС со звездочкой А вкладывается вот в этот пик 0 от С От К То есть К точек А это не селективно Потому что идет в первую группу когомологии Вот в группу ГУЛА Со значениями в К от С чертой Понятно? Ясно? То есть смотрите Если что-то у нас происходит Вот мы из общей теории знаем Что на долгеброристическом замкнутом поле Происходит То когда мы переходим к инвариантам Относительно группы ГУЛА То это последовательность неточна справа Из-за того, что возникает там первая группа когомологии Препятствия Это фактически и объяснение Ну такой вот как будет этого дела Хорошо А это просто такой общий факт Что вот существует все Ну вот это А это мы для кривых рода 1 Знаете, сейчас аккуратно Вот это объясним И чуть позже сегодня докажем Построим просто их ребят Руками Это будет одномерное многообразие Энергетическая кривая А в общем случае получается Всегда для кривых рода Ж Над каким-то полем даже не замкнутым Получается существует Екобиан Это многообразие будет Ж Это многообразие параметризует Дивизоры степени 0 По модулю льгейной эквивалентности По модулю рациональной эквивалентности И Значит То есть это будет алгебраическая группа Это будет проективное многообразие То есть проективное многообразие Структура алгебраической группы А для кривых рода 1 Это точности будет эллиптический перевод Такое общее замечание Теперь давайте докажем лему Значит лему совсем это просто доказывается Значит доказательство лемы Если Вот тут давайте я тоже Еще разтирать Доказательство лемы Доказательство лемы Доказательство Значит пункт А Значит у нас есть У нас есть Значит Ну вот пункт А выписан Так Мы можем посмотреть отображение Х переходит в разность Х и В Тогда это изоморфизм Задает Д на Е Так Но он будет определен Над Определен Над К Которая есть Содержит К С чертой Где К Где Б Это как раз Поле определения точки Б Ну вот так устроено Главное однородное пространство Так Ну таким образом Мы просто отождествим Наше Д с Е Над расширением поля И тогда пункт А Просто Вытекает Из определения группового закона Если вы вспомните Как был определен групповой закон Он так и определялся Помните я говорил Когда-то было в самом начале Что Когда Например Когда Вот мы определили И у нас получилось Тогда что У нас получилось Тут А минус Б Как дивизор Я говорил тогда Когда у нас Допустим Есть сумма В групповом законе Вот этих вот вещей Когда Две вещи Сумма На Т равно нулю Это дивизор степени 0 И второе Когда это есть дивизор функции Помните Когда я определял Груповой закон Был такой свой Ну вот Точность этой утверждает Что ядро будет Как раз С этих Ну то есть Тут больше ничего Кроме нет Что первое Мы можем Это как вот Андрей сказал Это же действительно Сначала На каким-то расширением Поле Д и Е А второе Просто вспомнить Как определялся На правовой закон Ясно Ничего больше нет Пункт Б Пункт Б Ну пункт Б Из чего Пусть Б Принадлежит Д От К С чертой Тогда Значит У нас Вот это Вычитание Ню определено На ТК Определено На ТК Ню определено На ТК Вычитание По определению Ну тогда мы можем Написать Чему равно Сигму Действия группы Глуа На вот этого Г от А Это есть сумма Просто распишем По А Н А От Ню От Сигма От А Сигма От Б Это есть Г От Сигма От А Значит Почему мы так написали Потому что Мы просто применили Внесли сюда действия Элементов группы Глуа А мы знаем Что вот эта штука Отображения Не зависит От выбора точки Б Поэтому это совпадает Поэтому получили Значит Пункт Б Доказали Что коммутирует Действием группы Глуа А тут мы использовали Что вот это Отображение Не зависит От выбора Этой базисной точки Так Пункт В Моментально Следует Ну все Понятно Ну в общем-то Тут как бы Ничего такого нету Просто Определение Группового Закона И все Ясно Да Или есть Вопрос Ну давайте А то я сейчас буду Значит А следующее Рем Будет о том Что Значит Любой Кривой Рода 1 Всегда Существует Эллиптическая Кривая Которая Будет Юник Эбианом Так что Значит Она Будет Приметаризовать Как раз Дивизоры Степени 0 Ну то есть Что мы Сейчас объяснили Мы объяснили Что если у нас Есть двух Нашли Д Это главная Додобная Пространация Над Е То оказывается Е удивительным Образом Приметаризует Дивизоры Степени 0 По моду Линейной Эквивалентности Над Понятно А как Образ На Долгипаронически Замкнутым Полем Это Сюрективно Ну не знаю Я так не знаю Ответ На этот вопрос Но вот возникает Такая длинноточечная Последность Ее надо анализировать То есть надо Фактически анализировать Это граничное Отображение Вот из этого Вот штуки Ваш один Ваш один Из поля В данном случае Есть реальный ответ Если 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 Д содержит Точку Над основным Полем То это Всегда Будет Селективно В этом случае Она просто Изоморфна Самой кривой То есть Смотрите Как только Мы Видели Если Д содержит Почку То она Изоморфна Кривой И в этом случае Просто Будет Селективно Потому что У нас Просто На кривой Рода 0 На Эрмпической Кривой Дивизорной Степени 0 По модулю Экваленция По теориям Риммон-Рофф Это же Ставится С точками Отсюда Следует Что Вот эта Штука Будет Селективно Каким-то Расширением Где У нас УД Появляется УД Появляется Точка Понятно Да То есть УД Появляется Точка Там Это Постоянность Будет Селективно А так Надо Анализировать Так Теперь Значит Если Вопросов Нет Давайте Я докажу Следующую Теорему Значит Я это Стираю То есть Мы Поняли Что Очень Приятно Как бы Иметь Что Значит Для Д Какой-то Кривой Строить Вот Такой Вот Главный Народный Простран Которые Прометрируют Теорема Шаттле Это Которые Извини Шаттле Группа 46 Год В обзоре Каси Распредит Написан Значит Пусть Формулируется Так Пусть Д Д Д Д Ка Это Главное Однородное Пространство А Нет Подождите Ерунду Сказал Значит Пусть Д Д Ка Кривая Кривая И ее род Род Равен Ниц Привод Шуточек Нет Тогда Значит Тогда Д Может быть Для Д Может быть Придана Структура Структура Мю Однородного Пространства Главного Однородного Пространства Над Электрической Кривой Е О С нулем Так Где все Определен На К На К И Также Эта Кривая Е О Определена Однозначно С точностью До Каидоморфизма Вот такая тяга Ну и вот это замечание Давайте скажем так Что вот из того Что мы говорим Про культурализацию Дивизоров Что-то кривая Называется Она однозначно Определена И называется Никобианом Вот эта кривая Рода 1 Соответственно Забегая вперед Скажу Что в этом случае Мы просто построим Кривую Так что Д Вот класс Д Принадлежит Аж 1 Группа 2 Это будет очень важно Для меня еще Е Е То есть Всегда для Существует Так А Е Так что Д Понятна формулировка То есть Фактически Мы говорим Что у нас есть Кривая Рода 1 Ни точек нет Так Если есть точек Проблем нет То всегда Можно Значит Придумать Доказательства Значит Давайте Значит Доказательства Ну Единственность Вообще Очевидно Более-менее Так это Тартология Единственность Просто Из-за того Что там Вычитание Не зависит от точки Единственность Первая Единственность Единственность Значит Почему Единственно Такое Е Вот О С точностью Изоморфизм От К Ну Значит Пусть Пусть Две Есть Пусть Есть Две Е Один О Один И Е Два О Два Так что Д Принадлежит Группе Вели Шакле Е Один К И Д Принадлежит Группе Вели Шакле Е Два К Ну то есть Это выполняется То есть является Гладным-модородным пространством Так Ну тогда Выберем какую-нибудь Точку П Из Д От К Где К Содержит Наше поле Конечное расширение Тогда у нас есть Есть Изоморфизм Е1 Переходит сюда Значит Мы берем Сложение Мю1 П Е1 С этой точкой И это Изоморфизм Д Ну вот пусть Это будет Вот эта стрелочка Будет Это 1 П Так Есть То же самое Относительно Значит Е2 Е2 Мы точку Выбрали Можно сложить Значит Мю2 От П Е2 Изоморф на Д Есть Тоже Вот этот вот Обозначен Тета 2П И это По отдельности Тета 1 от П И тета 2 от П Определены Надоширением Поля Определены Над тем Полем На котором Существует Точка УД Ну чтобы Сладывать К точке А вот Их как бы Разность Тогда мы Получаем Что построить Изоморфизм Из Е1 Е2 Тета П Его обозначим Который Будет Есть Тета 2П Минус Первый На Тета 1П Ну то есть Сначала Тета 1П А потом В обратную сторону Пройдем Ну естественно Тогда надо Проверить Что для любого Элемента Сигма Из группы Гла К С чертой Надка Надо Проверить Что Сигма От Тета П Есть Тета П Тогда Если мы Это проверим Значит Этот Газоморфизм Определен Не только Над расширением Поля А национальным Полем Тогда все Доказано Единственность Доказана Вот Ну а что Происходит В этом Случае Когда мы Действуем Сигма У нас Просто Когда мы Действуем Сигму На первый Элемент У нас П Переходит Сигма От П Давайте Сюда Вставлю Сигма От П И тут Переходит Сигма От П Ну и Как бы Просто На самом Деле Немножко Подумав Поймем Что Ничего Не Зависит Потому Что Добавляется Просто Кусок Потом Который Вычитается При Вычитании Ясно Да Теперь давайте Теорему Существования Почему Как Построить Это Более Трудная Вещь Значит Тут Я Дам Доказательство Такое Как Мне Больше Нравится Концептуальное С Использованием Боища Когмологии Гулар А есть Более Вычислительное Вот В той Книжке Касиоса Которую Я присылал Там Есть Кто Хочет Более Вычислительное Посмотреть Хотя Там Тоже Используется Когмология Гулар Значит Единственное Существование Значит Существование Ну Для Простоты Пусть Характеристика Поле Основного Не равна Двойке И Дройке Ну Типа Для Простоты Чтоб Меньше Было Чтобы Форме Верс Кратце Корот Тогда Значит Существует Изоморфизм Фи Из Нашего Д В Эриктическую Кривую Е Он будет Какую-то Определён Над К С чертой И Е Над К С чертой Есть Форма Верс Штратц У Квадрат Равно Х Кубе Плюс АХ Плюс Д Вот мы Пользуемся Чтобы была Короткая Форма Верс Таз Её Вернее Проективность Замыкания Это кривой А и Б Принадлежат Априори Замыкания Основного Поля И Также Мы знаем Что Эта кривая Не особая То есть Дискриминант Её 4 А в кубе Плюс 27 Б В квадрате Не Равно 0 Ну вот Сейчас Мы будем Эту кривую Скручивать При помощи Кагомологии Гула Чтобы Докрутить И ГБ Значит Пусть Пусть Сигма Принадлежит Группе Гула Каща Тойна Тка Ну тогда Мы имеем Тогда рассмотрим Кривую Сигма От Д Давайте Объясню Что я Конечно Да Мы доказали Мы хотим Построить Кривую Эллипическую Кривую По Д Так что Д Будет Являться Главным Народным Пространством Ну или Мы хотим Сейчас Ее искать Международным Нет Мы не хотим От начала Рассуждения Мы просто Пока Вот так Рассуждать Мы знаем Что Она будет Единственная Мы просто Говорим Вот что У нас Есть Кривая Д Д Надка Черто Надка У нее Не точит Главная Народная Над К С чертой Возникает Точек Значит Над К С чертой Называется Эллипическая Кривая С точкой По классификации Существует Вейерстрассов Форма Какой-то Изоморфизм В таком виде Но Эти А и Б Над К С чертой И этот Морфизм Тоже Определен Над К С чертой Ну потому Что Какое-то Существует Дальше Значит Пусть Сигма Глав Рассмотрим Сигма Что Под Сигма Я буду Полиномов Которые Его задают Они Просто Будут Применены К ним Вот этот Сигма Ну в частности Если Если Кривую Будем писать Е А Б Она зависла А и То Сигма От Е А Б Это Просто Е От Сигма А Сигма Б Так Понятно Понятно Что такое Сигма Значит У нас Есть Тогда Сигма Д И у Нас Есть Тогда Изоморфизм Опять же Сигма От Е Сигма Е А он Сигма Фи То есть Мы просто Подействовали На Наш У нас Фе Определен Над К С чертой Значит Мы можем Подействовать Элементом Группы Это Будет Тоже Изоморфизм Вот Но Д Определено Над К Как Аллогопреческое Многообразие Определено Над К Поэтому Отсюда Получаем Что Сигма От Д Есть Д Для любого Сигма Просто Определено Над К Значит Группа Была Не Есть Ну Поэтому Отсюда Получаем Что У нас Есть Такой Изоморфизм Значит Е Изоморфно Фи Минус Первый Отражается В Д А дальше У нас Есть Изоморфизм Сигма От Фи Это Изоморфизм Сигма От Е Так И Это Все Над К Щертой Но Отсюда Я напомню Что У нас Помните Такой Был Хороший Жин Вариант Кривой Ж От Е Это Есть 4 На 1728 На А в Кубе На 4 А в Кубе Плюс 27 Б В Квадрат Так Ну вот Я напомню Тогда отсюда Следует Что Жин Вариант Вычисляется По Коэффициентам Поэтому Значит У нас Получаем Отсюда Получаем У нас Получается Что Это Кривая Что У нас Получается Тогда Что Значит Смотрим Значит Если У нас У нас Было Такое Свойство Что Если Две Кривые Изоморфины Над К С чертой То У них Жин Вариант Совпадает Помните Мы Такое Доказывали На Второй Столь Лекции Значит У нас Над К С чертой Это Это Совпадает Кривые Так Отсюда Следует Что Жин Вариант От Кривой Е Есть То же Самое Что Жин Вариант От Кривой Сигма Коэффициенты Вот так Меняются Это Просто Значит По действию На самом Жин Вариант Это Есть Просто Тогда Получаем Что Это Есть Сигма От Ж От В Понятно Да Выкрутка Ну Это Верно Для Любого Элемента Сигмы Из Группы В Отсюда Следует Что Жин Вариант Принадлежит Основному Полю Вот Этой Кривой Так Ясно Вопросов Нет Что Что Ну Мы Смотрим Жин Вариант От Кривой Заданной Вершстрассовой Форме Вот У нас Значит Есть Кривая Вершстрассовой Форме Тогда Сигма На нее Просто Подействуем Вот Эту Штуку Сигма Сигма Б Жин Вариант Вот Так Вычисляется Все Тут Ничего Такого Нет Просто Такое Рассуждение Так Теперь Дальше Значит Тоже Кажется На какой-то Второй Лекции Вот Это Я стираю Формулировку И запомню Значит На второй Лекции Мы доказывали Что Если у нас Значит Что Если у нас Жин Вариант Какое-то Число Я говорил Что Если у нас Есть Он Какое-то Число Из Поля К Всегда Существует Лекция Кривая Определенная Основным Полем К С Таким же Вариантом Рука Строить Там Был список Ну вот Откроете Там Видео Так Просто Руками Там Явными Коэффициентами Вот Значит И тут Кстати Мы Использовали Тогда Что у нас Короткая Вешет Расслова Форма Но Это Не так Важно Вот Значит Существует Е0 Над К Значит Е0 Над К Эллипическая Кривая Уже На основном Поле Замыкание Так Так Что Так Что Жин Вариант От Е0 Есть Жин Вариант От Е Просто Руками Явными Выписывался Хорошо Но Отсюда Получаем Значит Смотрите У нас Жин Вариант Значит С чего Мы Стартовали Мы Отсюда Получаем Тогда Что У нас Жин Значит У нас Е Изоморф На Д Над К Счерто А мы Построили Тогда Настерповать Что У нее Вариант Тот же Самый Значит Е0 Изоморф 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 Е0 Изоморф Да Изоморф Д Потому что Жин Вариант Д Изоморф Д Но Он Отказ Чертов Изоморф Жин Вариант Совпадает Понятно То есть Что Мы Таких Трюков Построили Мы Стартовали С некой Кривой Рода 1 Д Над К И мы Построили Вот Сначала Мы Просто Построили Кую-то Кривую Е Определенный Над К Счертой А потом Мы Сказали Что На самом Деле Существует Электрическая Кривая Е0 Над К Определенный Не над К Но Изоморф Д Как Сначала Поставили Электрическую Кривую Е По Д Очень Просто Мы Сказали Что Над К Существует Точка Раз Это Точка То Есть Классификация Значит Она Изоморф Штрассовой Форме Все А дальше Трюки Жин Вариант Понятно Значит Построили Такую Вещь Ну И Все Теперь Мы Немножко Докрутим При помощи Кагомологии Гула И Все Получим Значит Е0 Изоморфим Д Над К С Чертой А что Значит Мы Помните Теорему Доказывали Это Форма Кривой Получили То есть Она Классифицируется Первой Группой Кагомологии Гула Но Не С Замечательно Замечательно Тогда Мы Знаем По Общей Науке Которую Мы Несколько Лекций Изучаем Все Минус Первый Сигма Это Есть Какой Трюки Цикл А Сигма Это Есть Принадлежит Автоморфизмом Над К С Чертой Кривой Ено Причем Не Как Элитически Кривой А Как Просто Кривой Ну Потому Что Мы Нигде Не Говорили Просто То есть Мы Получаем Что А Сигма Принадлежит Это С Один К Цикл Принадлежит H1 Группе Гугл А К С Чертой Над К Автоморфизм Над К Чертой Это Кривой Ено Ну Не Как Элитически Как Ноль Может Не Сохраняться Теперь Давайте Посмотрим Как Устроены Эти Автоморфизмы Вот Верен Такой Факт Что Верен Такой Факт Что Есть Точная Последовательность То есть Что Верен Такой Факт Тут У нас Есть Группа Автоморфизмов Как Она Устроена Автоморфизмы Над К Чертой Кривой Кривой Ено Это Есть Что В ней Есть Внутри Внутри Есть А Вот Точки Ено Над К Чертой Мы Можем Точками Сдвигаться Ну Сдвигать По Точек И Второе Это Собственно Говорят Автоморфизм Другая Вторая Подруха Это Автоморфизм Который Сохраняет Ноль Кривой И в Конечное Число Ну Вот Так Вот Такая Две Подгруппы И Значит Это Не Прямое Произведение Вот Это Является Нормальной Подгруппой Во всей То есть Это Значок Вот Такого Вот Такой Значит Почему Значит То есть На самом Деле Сейчас Я Объясню То есть На самом Деле Существует Такая Точная Последие То есть Ноль Е Ноль От К С Чертой Автоморфизмой Ну Ну Или Вот Такой Вот Полупрямое Произведение Не Ноль Сильнее Да Конечно Это Есть Нормальная Подгруппа Это Не Есть Нормальная Ну Ладно Давайте Я даже Не буду Писать Почему Это Так Почему Во-первых Как Давайте Объясним Почему Значит Почему Есть Такое Разложение Это У нас Ноже Было Пусть Есть Автоморфизм Кривой Смотрим Куда Переходит Точка Ноль Точка Ноль Перешла Не Ноль Ну Сдвигаем Точку Чтоб Ноль Получиться Правильно Тогда Мы Получаем Что У нас Есть И Остается Отщепляется Автоморфизм Который Ноль Переводит Ноль Понятно Да Вот Такое Теперь Почему То есть То Что Подгруппа Да Почему Это Нормальная Подгруппа Ну Потому Что Посмотрите Вот Если У нас Как Вот Если У нас Есть Какой А плюс Х Сдвиг Ну Сдвиг Точка Опыт Тогда Мы Должны Так Написать Кси Какой Это Кси Минус Первый От А Плюс Х Это Есть А Плюс Кси Х То То Мы Получаем Что Это Будет Уже Сдвиг При помощи Точки Кси От Х Понятно Да То Если У нас Если У нас То То Мы Получаем Такую Вещь Что Кси От Т Х Кси Минус Первый Это Есть Сдвиг На Т Т От Х Понятно Да Ясно То Получаем Что Это Нормальная Подгруппа Вот Вы Описали Получается Описание Так Теперь Смотрите Вот Что У нас Дальше Получается Следующая Вещь Вот Мы Построили Мы Скрутили Нашу Кривую И построили У нас Есть Один К Цикл Который Принадлежит Вот Такой Штуке Смотрим Вот И значение Один Концикл Любого Элемента Группы Гула Всегда Лишь В этой Подгруппе А тогда Все Мы Все Сделали То есть Мы Получили Что У нас Как Что У нас Кривая Д Принадлежит Первой Группе Гомологии Гула Какой-то Элитической Кривой За Значением Этой Точки То есть Еной Тогда И есть Та Кривая Которая Нам Нужна Помните Потому Что На Прошлой Лекции Мы Говорили Что Именно Как Раз Главное Однородное Пространство Актеризуется Тем Что При этом Скручен Мы Попадаем В сдвиги А вот Если Получилось Так Что У нас Не Чистый Сдвиг А Еще Добавок Отсюда Надо Еще Немножко Докрутить Сейчас Немножко Еще Докрутить И Сейчас Уже Получим Это Я Стираю Значит Пусть А Сигма Значит У нас Есть Мы знаем Что А Сигма Это Сигма Пси На Пси Минус Первый По Общей Науке Пусть Это Есть Т Х Зависит От Сигмы Так На Ж Вот В этом Разложении В Полупрямом Разложении Тх Нож Где Тх Какой-то Звих А Ж Значит Это Какой-то Элемент Из Где Х Принадлежит Е0 От К С Чертой А Ж Принадлежит Автоморфизма К С Чертой Е0 И Который Сохраняет Точку Ноль Вот Если Ж Тривиарен То Делать Нечего Мы Все Получили Все Доказали Если Ж Тривиарен А если Жене Тривиарен Значит Пусть Тогда Рассмотрим Тогда Рассмотрим Тогда Рассмотрим Вот Что Тогда Значит У нас Это Нормальная Подгруппа Поэтому У нас Всегда Есть Отображение Я Точно Пациент Начал Писать Не Случайно У нас Отображение Всегда Есть Из Этой Группы В Этой Нормальной Подгруппы В Обратную Сторон Нет А В Этой Есть Поэтому Можем Просто Рассмотреть У нас Когда Получится Один Концикл Давайте Обозначим Гамма От А Сигма Это Есть Обозначим Это Есть Принадлежит H1 Гла С чертой Носка Вот В Этой Дух У нас Есть Аморфизм Понятно Что Мы Сделали Просто Отобразились Профактеризовали Вот По Этой Подруг По Нормальной Подруг Проис Сюда Это Получился Конкретный Один Коцикл Ну И Скрутим При Помощи Него Тогда Существует По Общей Теории Значит У нас Получился Один Коцикл Значит Существует Какая-то Кривая Е1 Над К И Морфизм Е1 H В Е0 Над К С чертой Изоморфизм Вот Так Что Сигма От H Есть H Нас 1 Есть G Другого Сигма Из Глупа Глупа Понятно Возникла Еще одна Кривая Е1 Над К Ясно Да Причем Эта кривая Будет Уже Эллиптическая Потому Что Мы Скручиваемся При помощи В прошлый раз Объяснялись При помощи Автоморфизма Который сохраняет точку О Ясно Ясно То есть Е1 Это Электрический перевар У нее есть точка Помните В прошлый раз Я писал Если у нас Один К цикл Со значениями Не просто Автоморфизм А здесь То мы можем Когда раскручиваем Эту группу Глупа То там у нас Получается точка Определенным Основным полем Помните В прошлый раз Была дискуссия Получили Еще одну кривую Ну и все Я утверждаю Это следующее Я утверждаю Утверждаю Что на самом деле Можно уже остановиться Что Д Тогда Принадлежит Вот этой группе Верия Шатле А вот эта кривая Не 1 То есть Мы все доказали Сейчас я докажу Это две строчки То есть Что мы сделали Значит Мы Построили В какой-то момент Тут кривую Изоморфинную Д Е0 Значит Элитическая кривая Которая будет Изоморфинная Д над К С чертой Значит Посмотрели Раз изоморфинная Значит Возникает Один К цикл Посмотрели Если вот Этого Один К цикла Есть какой-то Плохой Добавок Который нам мешает В группе Главных Однородных Пространств Мы на него Спроецируемся Получили Вот такой Элемент И скрутили Еще раз Вот эту кривую Уже Е0 При помощи Вот этого Один К цикла Видите Е1 Еще раз Скрутили И получили Еще одну кривую Е1 Она будет Эллиптическая кривая Над К И вот я утверждаю Что Д Д Д Д Д Д Д Д Веришь Отлет Я 11 То есть Д Д Является Главным Однородным Пространством Анатолитических Кривую И тогда Мы все Доказали Понятно Вот такое Доказательство Более Вычислительное В книжке Касси Содержится Давайте проверим Что Это так и есть Вот Значит Что у нас Есть У нас Есть Такие Изоморфизмы Д При действии Пси У нас Есть Е0 И еще Есть H-1 В Е1 Это Что мы Построили Хорошо Вычислим Тогда просто Надо Вычислить Вычислим Вычислим Сигма Броссадик Заморф H-1 Пси На H-1 Пси Минус 1 Для любого элемента Группы Гула Вот если Это 1к цикл Снова будет Вот если Мы получим В результате Это вычисление Значит Если мы получим Это вычисление Что это будет Лежать в сдвигах Этой кривой То мы все доказали Это Если в сдвигах Мы же хотим Зазбили Более За любую Группу То все доказали Проверим Что это будет сдвиг Почему это так Но я напомню Значит Что у нас До этого Было Что Сигма От H На H-1 Это есть G Вот тут Сигма От H На H-1 Это есть G Это просто потому Что вот Вот это Отсюда следует Что Сигма От H Это есть G Отсюда следует Что Что G-1 Сигма От H H Так Вот Теперь Вот это Поучисляем Это есть Сигма Сигма От H Минус 1 Сигма От Пси Пси минус 1 H Это есть Сигма От H Минус 1 Сигма От Пси Пси Минус 1 H Это есть Сигма От H Минус 1 Значит А вот это Мы заменим Это у нас Есть Это у нас Есть Вот эта Вот вещь Вот Это есть Наша А Тут я Сигму Тут писал Извините Значит Это есть Вот эта Вещь Так Это Эту Вещь Мы можем Заменить Это Есть Точности Как раз Вот Выписано Tx Сигма Таш Минус 1 Тх Умножить На Ж Умножить На H Ну Распишем Все аккуратно Дальше Сигма От H Минус 1 Тх На Ж На Ж Минус 1 Сигма От H Это сократится Получим Сигма От H Минус 1 Тх На Сигма От H И утверждается Что это Есть Сдвиг Это Есть Т На Сигма От H Минус 1 Вот Такой Сдвиг Ну Почему Это Есть Сдвиг Ну Это Элементарная Проверка Значит Если У нас Какая То Мы Что Мы Должны Подействовать Мы На Какую Точку П Значит Что Мы Действуем Изоморфизм Сигма От H Потом Заверяемся Х И в Обратную Сторону Приходим Ну Ясно Что Это Будет Просто Сдвиг На Сдвинутую Точку Мы Подействуем П Тут Мы Что Действуем Сигма От H Плюс Х А тут Сигма От H Минус 1 Вот Мы Так Сдвиг Подействовали Точнее Изоморфизм Это Есть Та же Самая Точка П Плюс Вот Такой Вот Сдвиг Плюс Сигма От H Минус 1 От Ясно Да Все Вот Доколик Доколик